Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на пожары и загорания в Минске спасатели совершили уже около 2300 выездов. На пожарах погибли 8 граждан. 31 человек, в том числе и один ребенок, пострадали. А вот более 650 человек работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Не обошлась неделя без традиционных пожаров по вине курильщиков. В понедельник в первой половине дня горел балкон квартиры, расположенной на последнем этаже девятиэтажного здания по улице Одинцова. Виновником случившегося стал 70-летний хозяин. Пенсионеру, потреблявшую алкогольные напитки, вышел под этим делом на балкон перекурить. Удовольствие от никотина превратилось в повреждение имущества, остекленение балкона и жилой комнаты. Закопчена оказалась и вся квартира. К счастью, сам мужчина не пострадал. Вредная привычка покурить стала причиной еще одного загорания уже в четверг около трех ночи. Матрас. Оперативно прибывшие на место вызова работники МЧС ликвидировали загорание. Виновником пожара и порчи домашнего имущества стал 40-летний знакомый хозяина апартаментов. Картина пожара была бы неполной, если бы мужчина был трезв, но он находился в состоянии алкогольного опьянения. И еще об одном происшествии четверга. Около четырех утра столичным спасателям пришлось доставать из приямка дамбы водохранилище в парке Курасовщина молодого человека. Как 22-летний студент одного из столичных вузов оказался в воде, остается только догадываться. За помощью обратились его друзья. Состояние алкогольного опьянения с общим переохлаждением парни госпитализировали в больницу. Минск чрезвычайный. Каждую неделю в оперативных сводках появляется информация о загораниях автомобилей. Не стало исключением и минувшая пятница. Днем помощь спасателей понадобилась владельцу легкового автомобиля «Опель Вектра». В результате короткого замыкания электропроводки его авто загорелось прямо на территории гаражного кооператива «Западный». Оперативно прибывшие пожарные разобрались с огнем. К счастью, никто не пострадал. А вот владельцу сгоревшего авто придется, скорее всего, позаботиться о новом железном коне. Ведь восстановить старый будет довольно проблематично. В субботу около 11 утра в жилом доме на проспекте Пушкина загорелся электрощит на лестничной площадке. В результате ЧП повредено электрооборудование и закопчен подъезд. Стоит отметить, что за минувшую неделю в городе было зафиксировано 4 случая оплавления и изоляции электропроводки в электрощитах. Причиной такого ЧП может стать перегрузка электросети. В осенне-зимний период люди проводят дома больше времени. На улицах темнеет рано, а значит нагрузка на электроприборы тоже увеличивается. Раньше включается свет, дольше работает телевизор. Чаще используются обогреватели. Также помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, утюг и пылесос, то нагрузка для сети может оказаться просто непосильной. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Возникает опасность ее перегрева, что приводит к расплавлению, изоляции, а затем и короткому замыканию. Обнаружив признаки неисправности электропроводки в электрощитах подъездов, незамедлительно информируйте коммунальные службы по телефону 115. Минск чрезвычайно. Курение на балконах уже давно стало бичом минских лоджий. В субботу вечером очередной курильщик чуть было не устроил пожар на балконе квартиры по улице Сухаревская. К счастью, квартиросъемщики не дремали и о появившемся запахе дыма оперативно оповестили спасателей по номеру 101. Прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание имущества на ранней стадии. Если вдруг вам не повезло с соседями и брошенная с верхних этажей незатушенная сигарета стала причиной пожара на вашем балконе, в этом случае незамедлительно вызывайте спасателей, а до их приезда попытайтесь потушить возгорание подручными средствами. Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны, то незамедлительно покиньте балкон. Плотно закройте за собой дверь, чтобы огонь не проник в квартиру. Закройте все форточки и двери, чтобы не было сквозняка. Обязательно предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар. На сегодня это все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.